Спорт без границ. В Новосибирске на Михайловской набережной прошли соревнования по уличному баскетболу. Участие приняли 180 спортсменов разных возрастов. Провели турнир благодаря финансовой поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. С учетом софинансирования фонда президентских грантов на финальных играх среди юношеских команд побывала Юлия Алиханова. На поле юношеские команды Дымок и Гадюка Гэнг. Вне игры друзья, на площадке соперники. Счет меняется с каждой минутой. В отличие от привычного баскетбола, в стритболе играют 3 на 3 на половине поля. У команд всего один щит и 10 минут, чтобы одержать победу. В стритболе у тебя вообще нет времени на то, чтобы выключиться и отдохнуть. То есть ты забил, ты сразу должен защищаться, потому что это очень быстрая игра, быстрее, чем баскетбол. Если в баскетболе ты можешь после забитого как-то о своем подумать, убежать в защиту, в стритболе такого не получится. Тебя тогда просто через 2 секунды сразу забьют. Стритбол зародился в 50-х годах на Западе, а с недавних пор вошел в список олимпийских видов спорта. Благодаря инициативе новосибирца уличный баскетбол популяризирует и в нашем городе. Турнир «Баскетбол без границ» второй год подряд проводит городская общественная организация «Баскетбольный клуб Юго-Запад». Идея проекта заключается в том, чтобы привлечь как можно больше молодежи новосибирской в возрасте от 18 и до 35 лет к занятиям именно баскетболом 3х3 на профессиональной основе. Мы планируем обязательно продолжать каждый год, будем придумывать что-то новое. Участвуют в соревнованиях команды не только из Новосибирской области. Проверить силы приехали и гости из Томска. Женская команда «Стритбит» – победители прошлогоднего турнира. В этот раз намерены повторить результат. Когда игра не идет, мы пытаемся как-то собраться с мыслями, сказать, чтобы была плотнее защита. И все, продолжаем играть дальше. Главное приезжать с мыслью выиграть. То есть нужно собраться с мыслями, а потом уже доказывать что-то действиями. Придерживаясь этих правил, девушки одержали победу и в этот раз. Финальная игра завершилась счетом 4-3. Поддержать начинающих стритболистов и поздравить победителей приехала олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Мингх. Спортсменка вручила кубки и медали юношеским командам. Я не могу пропустить соревнования по уличному баскетболу, потому что он настолько зажигательный, он настолько энергичный, он настолько энергозатратный, что я вот смотрю и удивляю всем любителям, которые участвуют именно в уличном баскетболе 3х3. Если для женской команды из Томска золото на соревнованиях уже традиция, то у парней из команды «Ключик» это первая победа в турнире по стритболу. По итогам всех матчей лучшим игроком стал Георгий Ермолаев. Баскетболисту вручили профессиональный мяч, который используют на соревнованиях высшего уровня. Юлия Алиханова, Евгений Павлов, Новости ОТС.